Почему я дебил? Мы узнаем, когда память придет. Орлики, дарова! Сегодня чудесное, воскресное утро. В чудесном городе... Городе... Смотри, бутылки лежат. Видишь, люди отдыхают на улице. Карантин не карантин, а люди отдыхают. Это плохо, это очень плохо, ребят. Не бухайте только дома. И только что-то крепкое, то есть водка. Первак охуенно, водка. Ладно. Так вот, про память. Почему я купил память на Алиэкспресс? Почему именно DDR3? И что вообще происходит, я расскажу об этом в видео. Но вначале хочу сказать спасибо всем. Всем платным подписчикам, особенно Q, и Золотым Орлам в том числе. Потому что вы позволяете мне, собственно, не думать, а сколько там будет просмотров, а во всяких хайпах я могу просто снимать игру в свое удовольствие. И вот я к чему все это? Потому что сейчас я думаю о солнце. Я решил сделать перерыв со стримами два дня. Я раньше стримил через день, вот последние несколько недель. Чего-то устал от этой рутины. И мне кажется, все немного устали от стримов. Поэтому, может быть, даже три дня сделаем перерыв. Большой, толстый. Ведьмак, возможно, будет на видео. Я задумал как минимум две большие идеи по Ведьмаку, Кровь и Вина. Но удивление очень пусто. Я понимаю, что утро, воскресенье и все дела, но очень пусто. Голубое небо, это странно. Для Смоленска голубое небо, это в принципе ненормально. И вы у меня очень много напросили и много продонатили разных игр и новелл. Я хочу заняться ими сейчас, потому что мне как-то самому немного неудобно. Я стесняюсь того, что я... Столько вы напросили, я ничего из этого практически, кроме клонада, не снимаю. Поэтому я решил сейчас, чем искать что-то, искать какие-то новые темы, новую игру, и я решил, что я буду снимать вот то, чтобы напросить, а там потом посмотрю. Насчет памяти. Почему с Алиэкспресс? Потому что в обычном магазине из плюсов я мог ее изобрать прямо сейчас. Я вот иду, у меня два ДНСа по пути, и я в любом из них мог бы взять эту память. Но за 4800. Она подорожала, а еще до того, как случилось все вот это, два месяца назад точно, она стоила всего лишь где-то 2900, то есть реально можно было здесь взять где-то за 3000, а на Алиэкспресс, по-моему, за 2200, можно было взять память. Эту самую память, эти 8 гигабайт, две плашки по 4. Сейчас память стоит две плашки 4800, и это пиздец. Ну, самое, наверное, дешевое 4600. Из плюсов можно забрать здесь сейчас, из минусов дорого. Поэтому я заказал на Алиэкспресс, и вот сейчас самое время, я жду прикола в комментариях, что память будет коронная, и что комп сгорит. Потому что, вот знаешь, что меня и бесило, и как бы беспокоило, то, что мне писали, не заказывай с Алиэкспресс память, там перепаянные будут эти плашки, и будет, не знаю, комп сгорит, хотя, опять же, как у этой полицейской машины впереди, не знаю, может, не надо снимать. Показывать свой этот канал. Ладно, творюсь, что я обычный человек. Почему именно DDR3? Материнская плата старая, то есть мой комп собран из комплектующих где-то 2014-2015 года. Поэтому DDR4 он просто не поддерживает. Ребята, вот когда мне задают эти вопросы, почему DDR3, а не 4? Ну, вы понимаете, что нельзя просто взять и вкорячить оперативную память материнскую плату, так не работает. Нужно, чтобы совместимость была. Почему Kingston, почему именно эти плашки? Потому что меня часто писали, вот, Евьян, это переплата, ты переплачиваешь за бренд. Потому что у меня и так уже Kingston, частотой 1866. Я не могу просто поставить туда другие плашки. Вернее, я могу, но мне же хуже, я же потерю производить. У меня плашки по 8. И то я получаю 16. Плюс, кто не знает, я получаю двойной канал. То есть называется Tool Channel. И получаю удвоение скорости. То есть у меня место 15 гигабайт в секунду. Память работает на 30. И вот я хочу поставить еще две плашки, потому что первым мне не хватает места для монтажа. Например, я монтирую видос, который длится дольше 40 минут. И это пиздец, он начинает лагать. Что бы я ни делал, и я с этим ничего сделать не могу. Причем я смотрел. Единственное ограничение, которое у меня в системе есть, это не процессор. То есть у меня процессор не загружается на 100%. Не видеокарта, а именно память. Память загружается у меня до 14 гигов. Потом все уходит, это файл подкачки. И знает, это как вместо оперативной памяти используется место на жестком диске. И поэтому монтаж идет супер медленно. Иногда. А если я открою два браузера, мне иногда нужно, то вообще невозможно ничего делать. Поэтому я докупил память, потому что у меня в большинстве случаев файл подкачки забивается как раз на 24 гигабайта суммарно вместе с оперативной памятью. И поэтому это в принципе ровно столько, сколько мне нужно. И просто я не хочу переплачивать. Я планирую все-таки менять скоро и материнскую плату, и все остальное. А может и не скоро, не знаю. И я хочу поставить 4 плашки, и они по идее будут работать в режиме 4-канальном. То есть это значит 4 раза больше скорости. То есть теоретически вместо 30 гигабайт секунд я получу 60. Но это теоретически, практически будем смотреть. И память я получу. Будут гонять тесты с этой памятью. Я буду гонять тесты. Поставлю эту память отдельно от старой памяти. То есть старую вынув, чисто новую. Ее протестирую. И сделаю видео, расскажу, как работает память с Алиэкспресса. Стоит ли ее покупать. Норм она или не норм. Что вообще за память. Отошел до Макдональдса. У них Макзавтрак сейчас. Так что я возьму тосты с ветчиной и сыром. Всем пока. Вот такое видео с улицы. Не знаю, может он немножко скучный. Не знаю, вам интересно смотреть про железо, про все вот это. Напишите в комментариях.